Вот, сейчас я съездила на рынок, все-таки переселила себя, съездила на рынок. На рынке потратила я два часа, ровно пока съездила туда-сюда. По рынку я не ходила, я целенаправленно зашла на рынок. Мне нужны были огурчики и зелень, любая зелень. Я побыла, у нас вот рынок, да, и выездные точки. Я побыла в одной точке, человек 10 стоит очередь. Я пошла на другую точку, тоже человек 10. На третью точку пошла, тоже самое, я думаю, ну, буду уже стоять. Отстояла очередь, очередь быстро шла. Вот, в основном все брали огурцы, по 2 килограмма, по 1,5. Вот, и что хочу сказать, что купила я тоже 2 килограмма огурчиков, сейчас покажу. Вот, зелени разной купила. Вот, ну, сейчас покажу. Пока я ездила на рынок, я вывесила свою вот эту полосатую кофту на улицу, и она уже высохла, представляете? У нас на фабрике 8 марта на трикотажной висят часы, и там такой термометр. И там на термометре сегодня у нас в Гомеле 31 градус. Так что вот кофта моя уже вообще высохла, сегодня я ее заберу к матери. Так, что я купила на рынке? Купила я на рынке вот такой пакет зелени. Вот такой пакет зелени. Нам все равно доставать надо, потому что ее надо как-то хранить в холодильнике, поставить в водичку. Я купила вот столько вот петрушечки себе. Вот, вот, буквально вот жменька вот, такая вот петрушки. И, наверное, как закупают укроп, вот такую вот вязанку укропа. Она тут перевязана ниточкой. Вот такую вот вязаночку укропа я купила. Короче, буду есть зелень одну. Так, что я купила еще? Я купила зеленый лук. Цену не говорю, потому что никакой цены не знаю. Не знаю, почем укроп. Не знаю, почем петрушка. И не знаю, почем лук зеленый. Убейте меня, не знаю. Стала очередь, мне было все равно, он почем. Мне просто надо было его купить. Лук зеленый, конечно, не очень. Я не люблю, когда вот эти вот цурбовлоки. Я их называю цурбовлоки, как мой батька. Вот они большие, вот такие. Вот, ну куда их, именем только суп пережаривать. Вот, лук, конечно, не очень, но я взяла. Также взяла, также взяла, сейчас покажу. Лук свежий уже, но она мне наложила, наверное, самого большого. Лук свежий, ну такой вот, в цибулях. В цибулях. Лук свежий в цибулях, вы меня поняли? Взяла немножко резистки. Тоже не знаю, в какую она цену, без понятия. Вот. И взяла 2 килограмма огурчиков. Если зимой я ела такими пакетами яблоки, то сейчас я буду есть огурцы. Огурцы пинские, город Пинск, белорусские. Я не сильно их обожаю. Я больше всего люблю огурцы. Сейчас я вам покажу, какие я брала вчера. Я не знаю, чьи они, но я брала в магазине Тропический рай. Я больше люблю вот такого вот типа огурцы. Вот. Они вот такие вот, типа колюченьких. Вот. Вот. Вот это огурец, я понимаю. А это вот такая вот бздюкалка ее. Ой. Ее почисти, и тут нечего будет есть. Но он колючий такой. Вот вообще. Калев колючий еще и с цветочком. Ну, взяла, потому что я на рынок не буду ездить каждый день. Буду есть. Я такие огурцы не люблю. Но я взяла. Других нету. Вот таких огурцов не было на рынке. Вот. И оставалась, взяла, пошла я на рынок. У меня с собой в кошельке было 25 рублей. Думаю, больше брать не буду. Возьму 50 рублей и 50 потрачу. Ну, я не ожидала, что вот эта вся зелень будет так дорого. И у меня уже осталось 10 рублей. И я вижу, стоит мой любимый дядька. Мой любимый дядька с соленым салом. Я всегда у него покупаю сало соленое. И он стоит, продает сало. Я говорю, мне бы на 10 рублей сальца солененького. Он говорит, сделаем. Он меня отрезал. Может, конечно, он меня и обманул. Но вот за этот кусочек он сказал 10 рублей. Короче, вот так, девочки. За всю вот эту зелень и сало я вам показала соленое. Я вообще люблю сало без мяса. Без прорезни. Чтоб было чисто белое сало. Вот. Но у него сегодня было все сало, как он сказал, полингвицца. Полингвицца. Вот. И он споднизу достал вот такой вот кусочек без мяса. Отрезал мне. Вот. И поэтому, девочки, мальчики, я вот так вот отоварилась с зеленью. Что хочу сказать. Чтобы есть сало с резисточкой, с лучком и с укропчиком, надо идти купить хлеба. Пойду я все-таки куплю хлеба. И мне будет такой перекус. Так что худеть не получилось. Купила сало. Хочу хлеба. Ну, ничего страшного. Одежда есть и 82-го размера. Так что ничего страшного. Вот такие вот дела, девочки. Очень жарко приперлась. Вся потная, вся мокрая. Вот эту майку надо уже заполаскивать, одевать другую. Но схожу в магазин за хлебом. Только в наши соседи схожу и все. Больше никуда не пойду. Очень жарко. Очень долго стоишь, ждешь транспорта. Транспорт свободный, но его очень долго ждешь. Я сидя ехала на рынок и сидя ехала с рынка. Транспорт свободный. Но большой интервал времени. И поэтому стоишь как дурак. Вот с этими сумками на остановке ждешь. Вот поэтому я и говорю, что в семье должна быть машина. Все. Вот. Это не мужик, который не имеет машины. Я не знаю, это кто. Или что. Вот. Так что я в основном довольна только укропа. Я люблю укроп. Я готова его вот так вот на палец намотать. В соль помакнуть и с черным хлебом есть. Я очень люблю укроп. Для меня укроп это лучше, чем огурец. Вот укроп даже, я говорю, с черным хлебом. Накушаться отлично. Так что вот так. Двадцать пять рублей. Вот это все покупки. Сейчас разложу, расставлю. Пойду куплю еще хлебушка и все. Все, мои хорошие, отчиталась с вам. Но пока не прощаюсь. Что-нибудь покажу еще. Двадцать пять рублей. Пойду в доску. Да как кто разбурил твой дом? Ну, кто? Я ж не знаю, кто его разбурил. В дворе все покопано на ябах. Ямы глубокие. И где колонка была у нас во дворе. И там большущая яма стоит только. Так а с кем ты приходила к себе домой? С кем ты заходила? С чем я заходила? С кем? Ничем, а с кем ты заходила? С кем? Одна. Одна ходила. Да как где ты живешь? Где твой дом? Где твой дом? Где ты живешь? А этот дом мне опять же привезла моя кровать. Ты мне скажи, да как где ты живешь? Где твой дом? Университетская, двадцать шесть. Ну, так вот, это адрес и есть. Университетская, двадцать шесть. Вот он. Так вот же ты лежишь в своем доме. Да какой это дом? Это не мой дом. Это если не все разобраться. Ну смотри, стол круглый твой, вот этот стол. Стол этот мой. Так, кровать твоя? Моя. А шкаф, который перед тобой стоит твой? Не мой, потому что мой был желтый и низкий. А это чей-то другой шкаф. Скажи мне, пожалуйста, а разве... Он считается сейчас, раз он стоит, значит, как говорится, мой. Скажи мне, пожалуйста, а разве шкаф может быть низкий? Шкаф низкий не может быть. Два метра шкаф. Ну, ты же знаешь, какой был раньше шкаф. Ну, вот это твой шкаф полированный, трехстворчатый. Я это не мой. Не твой? Ну, так забирай, какой дали тебе. Потом я закричала. Кричу, хай заева. Никто не откликается. Да, когда я во дворе стояла, то какая-то высокая женщина. Или она в аду брала, или она в уборную ходила. Потом она завернула, пошла в свой этот этажный дом. Ну, где калидор был у нас, значит, пристроили такая будка. И в будке мне показалось, что горит свет. Свечка какая-то. Посмотрела, думаю, это солнце светит прямо туда. Думаю, ай, девушка, заева я здесь. А с улицы ворота из трех дверей сделано. Ну, какие двери выходить и за какие уходить? Не понимаю. Ямы такие глубокие. Разные смолы какой-то привезли. Вот такой у меня сегодня завтрак. Завтрак в такой вот салатничке. Салат, огурец, помидор, немножко редиски, лук и укроп со сметаной. Потом три кусочка жареной колбаски и жареная соленая сальца. Я очень люблю жареное соленое сало. И одно яйцо поджареное. Больше нету, надо идти в магазин. И кусочек хлеба. Вот такой вот завтрак. Сейчас у нас 10 часов утра. Доброе утро, доброе утро всем, зрители и подписчики. Сегодня у нас четверг. Сейчас 11 часов дня. Вот я позавтракала. Завтрак я вам сняла. Ну, завтрак как бы то ли у меня особо не подошло чувство голода, то ли, ну, то ли, то ли, не знаю, что то ли, но я поела как-то без всякого аппетита. Дело в том, что я не очень люблю салаты. Я лучше люблю, чтобы на тарелочке было у меня там, допустим, нарезана редиска, лук, укроп. Вот. Такое вот все было нарезано. И я буду брать кусочками и кушать. А вот это вот салаты, месиво, я особо его не уважаю. И поэтому мне больше аппетит приходит, когда вот на тарелочке все лежит кусочками. И я могу кусочками забрасывать в рот. Вот. Так что покушала я как бы, как бы вот, без всякого настроя. Сейчас хочу покрасить голову. Насчет моего носа. Нос уже как бы резко, немножко, резко, немножко. Ну, резко прошел, можно сказать. Уже у меня сопли, не сопли, а вода не течет. С носа, из носа или с носа не течет. Очень резко. У меня, мне было плохо, значит, два дня, два дня с половиной, три дня. А уже вчера к вечеру у меня прошло. Я даже на ночь не закапывала в нос. Я у мамы закапывала последний раз в пять часов. Вечера и все. И больше я не закапывала. То есть, оно как бы резко ушло. Это вирусная инфекция. У меня не первый раз такое. У меня редко такое, но не первый раз. Это обычная вирусная инфекция. Это никакая не простуда. Это никакая не аллергия. Вот. Это вирусная. Вирус воздушно-капельным путем. Где-то я подхватила. Ну вот. И поэтому я два дня умирала от этого насморка. Очень тяжело было. Особенно в тот день, когда я забыла каплю дома. Нос распирает. Все это не дышит. Ортом дышишь. Ортом дышишь. Становится плохо тебе. Сейчас покрашу голову. Кто-то там мне вчера писал, что вы и себя не любите. Нет, девочки. Себя я люблю в первую очередь. Редактор субтитров. Продолжение следует... 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 на паску постирать я покрашу если мне на паску захочется вбить гвоздь стену я вобью его не верю я ни во что и я считаю это лишнее вот это все что со мной жизни происходило что я беременная на паску стирала все у меня обошлось все у меня хорошо слава богу натальи 42 года руководящая должность семья дом все хорошо ирина у меня не крещеная вообще не крещеная ой надо покрестить ребенка и ну как же ребенка без креста растет я не считаю это нужным крестить ребенка это все-таки старый обряд которого придерживается люди и в котором люди видят свое спасение каждый человек видит чем-то свое спасение кто-то в крещении ребенка кто-то нальет себе стопарик выпьет ищет человек спасения кто-то в таблетках ищет себе спасения выпить таблеточку ему легко и хорошо я не верю ни в один обряд ни в одно это не но не верю я это суеверие это люди с тех времен конечно этим спасались а как сейчас показывают дикие племена где-то засуха в какой-то на каком-то острове или какой-то тайге они что-то себе бедные посеяли дождя нету они стоят и молятся дайте дождя это что это все пустое так что ни в какие приметы ни в какие суеверия девочки мальчики я не верю есть один человек который рассказывал что после смерти близкого родственника ночью со стены упала картина ну не верю я а почему я у меня на старом канале было видео как у меня был открыт шкаф купе и посреди ночи у меня коробка с сапогами упала с верхней полки шкафа купе так что мне подумать вот ни с того ни с чего шлепнулась коробка но я ночью не поднялась не посмотрела что это упало я слышала грохот стук и мне сон одолевал потому что я сплю под запеклоном а вот и я это самое только утром когда я открыла глаза я вспомнила что-то где-то упала в комнате когда я увидела коробку мне доля секунды в глазах промелькнула как же падала коробка не сломала мой замеокулькас вот чего моя коробка вот открытая была дверца шкафа купе коробки стоят ровненько вот ровненько без всякого наклона осенние сапоги зимние потом еще осенние и почему коробка у меня ночью упала это что мне верить какие-то постосторонние силы ну взял вот коробка и упала все может было какое-то содрогание дома содрогание этой части земли было пошатнулось а что-то в доме а мы во сне не заметили тем более это было ночью не днем когда ты ходишь по полу и твой ламинат гуляет и поэтому вот это вот что после близкого родственника ночью кто-то спал и со стены упало зеркало или упала картина это тоже своего рода толчки с под землей упала картина ну и что что упала картина ну может шаршаль подъел этот шаршаль я правильно говорю которые есть бревна да все это червячок ну подъел в этом месте гвоздик упал ну так и что я над мамкой убрала картину дума точно картина упадет ей да поцарапает ей лицо так еще скажут что я ее избила я просто уже сняла над мамкой висела картина три рыбака или три охотника у костра покажу она так у коридора и стоит та картина у нее пыльная грязная уже у коридора там пауки развелись и поэтому картины старые висят веревки на них перегнивают картины падают почему у меня упала коробка с обувью я тоже вам не могу объяснить вот упала и все ну вот захотелось ей упасть и поэтому я ни во что девочки не верю не в суеверие они никакие не потусторонние силы не во что я не верю если человек верит потусторонние силы значит я считаю у него начало заболевания хотите мне сейчас ругайте отписывайтесь от меня как вы это любите делать если вам не понравилось видео что хотите но это у человека начинается заболевание как у моей мамы вот не буду говорить вот ну нельзя про сестру рассказывать нельзя вот ну я тоже сказала лена первый звоночек не буду я про сестру говорить вот и поэтому понимаете если человек верит что-то что допустим вот ну вера был человек да сказал бы коробка упала с обувью все это уже все это тут леший приходил это называется начало заболевания у человека отмирает клеточка в мозгу как вы мне писали не верю я ни во что так и самый интересный вопрос девочки насчет гадалки ходили ли вы гадалки и гадали ли вы сами ну во первых сама я гадать не умею я никогда не гадала я никогда не верила что обручальное кольцо опустить над стаканом воды сколько раз она ударится во столько ты выйдешь замуж сказка ребенка пяти лет или под подушку что-то положить никогда этим не занималась обручальное кольцо может биться и 40 раз потому что дрожение твоего сердца твоего руки тебя тут стабилизатора нету на на руке как на телефоне никогда я сама не гадала но мне гадали все мы нету такого человека наверное в жизни который не обращался бы гадалки обращалась я несколько раз когда была и девчонкой ездила я у нас был район фестиваль улица крайняя на фестивале 35 частный дом старая цыганка не помню что то я пришла старый развалючный дом похуже чем у моей мамки тут колысочка с каким-то грудным ребенком у нее стояла на мешота там по картам лепетала лепетала потом сказала мне принести там килограмм семочек или банку белых семочек она мне что-то сделает я короче вышла от ее плюнула и пошла это была первая второе за пятом микрорайоне за люблинском озером там недалеко от сестры у меня сестра живет пятом микрорайоне если дойти до конца пройти люблинское озеро и подняться сюда ну кто гомельский ближе я не помню ту улицу крайний дом такой синий большой шикарный дом деревянный там жила цыганка тамара замужняя у нее было двери три точки есть наверное муж такой красивый симпатичный цыган ух такой дом работник у них был какой-то русский дед жил все по дому делал я к ней ходила наверное раза два первый раз мы с ней пошли с сестрой она мне показала дорогу а второй раз я к ней пошла одна и она меня узнала когда я к ней пришла одна вот но я не помню на что я гадала что я хотела я только помню что она мне сказала что благодаря своей старшей дочери ты будешь нет благодаря твоей старшей дочери наталье ты ты мол сойдешься с мужем дочь тебе поможет сойтись с твоим мужем а мы тогда уже были с первым мужем разведены она говорит дочь тебе поможет сойтись с первым мужем ну как мне рассудить ее слова что моя наталья сейчас общается со своим батьком с моим первым мужем вот у него сейчас онкология он живет со своей сожительницей где-то там они переехали в деревню на чистый воздух вот ну как она может посодействовать что ваша дочь поможет вас и вы будете своим мужем не знаю это бред дикой дикой кобылы вот это было два гадания так потом когда я работала в гостинице гомик дежурной к нам заселялись вот эти вот торгаши ну тогда был лигу 90-е годы поэтому торговля шла полным ходом у нас были грузины армяне азербайджанцы номера были заполнены ящиками с апельсинами с мандаринами и была такая одна торгашка я не знаю кто она то ли полы цыганочка она продавала детские вещи костюмчики она тогда мне еще просто так вынесла детский костюмчик в подарок она пришла ко мне я сидела я дежурная работала она пришла и говорит хочешь я тебе погадаю она по моему за кипятком пришла у меня стоял самовар у нас для жильцов стоял самовар мы подогревали и делали жильцам чай вот и она по моему пришла за кипятком или просто она вышла она курила такая вот вся шухерная была с грудной она была как сейчас запомнила я с грудной она говорит мне хочешь я тебе погадаю а я тогда уже была без первого мужа и с двумя детьми и как-то мне было тяжело я это ролик делала я жила тогда она за счет работы за счет того что эти проститутки девочки в номера ходили мне они платили вот за это что она у меня ночует в номере мне было очень тяжело и я тогда говорю ну ладно погадай но я не придавала этому значения и на что там не говорила говорила думала мне гадала не помню на чём вроде как на картах вот даже не помню вот как в тумане она мешота гадала гадала и я запомнила что то она мне сказала Ты, говорит, выйдешь второй раз замуж, и этого человека твой муж будет знать. Вот это она мне сказала, и я ее опять перестала слушать. То есть она мне что-то говорила, говорила, я ее не слушала. Я думаю, как же мой муж, с которым я разошлась, будет знать этого человека, за которого я второй раз выйду замуж. И это свершилось. Я в скором времени вышла замуж за своего соседа, который жил на третьем этаже. Девочки, был у меня этот ролик. Наши дети дружили, моя Ирина дружила, меньшая, с его Светой. А у него жена умерла, тромбоз, тромб оторвался. Он остался с двумя детьми, и я тут осталась с двумя детьми. И мы с ним как бы сошлись и даже расписались. И поэтому мне было, думаю, как это так, я выйду замуж? Это я на время смотрю без пятнадцати два, что мой муж будет знать этого человека. Думаю, ну чушь собачья. И потом, когда уже я пришла своими мыслями, она мне продолжает гадать. И в конце она мне сказала, ты останешься со своим первым мужем. Вот это четко два предложения. Так вот одно совпало, что я вышла замуж за человека, которого знал мой муж. И мой муж приходил тогда на день рождения к Ирине, мы тут стол делали. И этот Гена был, и мой муж Володя видел этого Гена, моего второго мужа. То есть мы были друзья, он пришел как-то пару раз к моему ребенку на день рождения. И мой же муж был второй, Гена этот вот с третьего этажа. И мы тут вот сидели в этой комнате. Единственное, что совпало. Но я теперь, я очень часто вспоминаю эту женщину-торгашку. Вот, я жалею, что я ее не слушала тогда. Я вообще не слушала ее. Мне только зацепило два предложения этих. Что я выйду замуж за человека, которого будет знать мой муж. И в конце, что ты все-таки останешься со своим мужем. И теперь я думаю, цыганка мне предсказала, что благодаря старшей дочери она вас соединит с мужем. И вот эта вот торгашка в гостинице, где я работала, она сказала, что в конце ты останешься с мужем. И я, вот это вот на протяжении всей жизни у меня не выходит с головы. Я как-то анализировала. Думаю, мой муж живет со своей той женщиной больше 20 лет. Живут они плохо. Он без денег. Она у него забрала все карточки. Из-за того, что он с голыми руками, он даже не знает своего внука, который живет через дорогу на Сельмаше от него. Не знает Иру. И Ира его с 5 лет не видела. Все потому, что она говорила мне тогда в глаза, что вы звоните сюда. Она у него забирала все деньги. Он с голыми руками ходил. Это говорила даже моя Наталья, потому что она общается с его сестрой. И я несколько раз это анализировала. Думаю, может его там Аша женщина выгонит. А куда ему идти? Он придет к своей сестре жить, потому что там трехкомнатная квартира на Головацкого. Думаю, может быть, тогда и сойдемся. Но это когда я не знала, что у него онкология. А сейчас как-то я анализирую и думаю, а зачем он мне? Он всю жизнь, все свои 25 лет или 20, сколько он там с той Машей жил, он растил ее девочек. У нее тоже две девочки. Он все средства влаживал туда, в ту квартиру. Он помогал ей в торговле. Она была предприниматель, торгашка тоже. Вот. И зачем он мне теперь, если даже что-то и произойдет? Во-первых, даже если умрет Тамаша первая, его, ее дети турнут. Зачем чужой мужик будет жить в доме или в квартире? Хотя он им не отец родной. Он просто приемыш мамин. И все. Вот. И поэтому вот такое вот гадание у меня было, девочки. Ну, многим не понравится это видео, не знаю я. Но я вам рассказала про себя. Задали же вопрос, верю ли я в гадания. Еще хочу вам по-быстрому рассказать. Мой второй муж Гена, он был полуукраинец, полуцыган. Мама была коренная украинка, Днепропетровска. А отец был цыган. Мама в 16 лет его вышла замуж за цыгана. Гена родила себе два мальчика. Первый был Юра. Он и сейчас живет. Ему, правда, отрезали две ноги, вроде бы тоже. Вот, отрезали две ноги. Он живет. Юра на внешний вид цыганенок. Настоящий цыганенок. Вот. А Гена, мой был второй муж, он был похож на маму. Ну, я считала, что он именно украинец был. Я не хочу произносить слово хохол. Он был украинец. Он был полностью мама и был похож на маму. К чему я это говорю? Я в Днепропетровске была два раза. Кто-то меня смотрит из Днепропетровска, если не отписался. Кто-то меня смотрит. То в Днепропетровске жила такая ясновидящая Валентина Николаевна. По-моему, Николаевна. Она приезжала и к нам в Гомель несколько раз. Я хотела попасть, но так как ее сеансы стоили денег, я к ней не попала. Меня Гена, мой второй муж, когда он связался с 22-летней девочкой, у меня была истерика, у меня был нервный срыв. И он меня возил в Днепропетровск к этой Валентине Николаевне. Значит, что я запомнила? Валентина Николаевна, она была такая типа ясновидящая. Ну, она снимала какие-то помещения для приема людей. Приходили люди к ней, больные, там, сглаженные, как будто с глаз у кого-то. Мы садились на скамейки, плечам к плечу людей было много. Все это было платные сеансы, но так как Гена был как-то с ней знаком, а Генин, этот Юра, брат Юрин, цыганенок, который сейчас без ног, он был... То ли общался с ее дочерью, то, в общем, не знаю, не помню я, это все так запутанно, не помню. Ну, короче, мои сеансы были бесплатные, я сидела бесплатно. Надо было сидеть ровно, руки положить вот так вот. Она перед нами всеми стояла, эта Валентина Николаевна, и вот так вот делала, что-то говорила, что-то шурудила. Девочки, я бы никогда не поверила, как показывают по телевизору, кто спал, кто мяукал, кто гавкал. И сидит рядом за мной мой Гена-муж, и он загавкал. Он загавкал, как собака. Ау, ау, ау. Она сразу к нему подошла, завела его в другую комнату. Мы пока сидели, кто спал, дремал, кто вот так вот шатался. Она там от него отводила это гавканье. И когда она его обратно привела, посадила рядом со мной, мой Гена сидит, как трава, вот такой вот. То есть что-то же есть вот в этом вот, что она делала. Она говорила, будут неметь у вас пальцы рук. Мне, а, и вам будет хотеться плакать. Но так как я всегда накрашенная, и у меня были на тот момент накрашенные глаза, мне так хотелось плакать, но я не плакала, я слезы сдерживала. Но у меня пальцы вот так вот зашли, вот так вот покоробились, я даже их не могла разжать. И я, когда она ко мне подошла, она потом по рядам ходит и смотрит, это Валентина Николаевна, что у кого, кто вот так вот загавкает, как мой муж, она его отводила в другую сторону. Кто мяукал, она тоже его отводила в комнату и что-то там ему делала. Кто усынал, она приводила его в чувства. У меня вот так вот пальцы, вот так вот скрутились, я не могла их расплести. Она подошла ко мне, вот так вот пальцы мои, разравнивала, чтобы у меня пальцы были. То есть что-то же есть, вот это вот. Но я опять же в это не верю. Не верю я, хотя это было со мной, вот это вот, вот это вот, с пальцами. А Агена мой сидел. Он загавкал натуральным образом. Он загавкал, а кто-то сидит рядом и говорит, О, специально за деньги можно и загавкать. То есть кто-то пришел на сеанс, чтобы полечиться, и тут же во весь голос сказал, ну вообще. Но она интересна, это Валентина Николаевна. Кто из Днепропетровска, девочки, тот будет знать эту Валентину Николаевну. Фамилию я забыла, не помню. Она очень много это практиковала. Она проводила эти сеансы очень давно, много-много лет. Гена мой, когда к матери ездил, он постоянно ее посещал. Посещал ее бесплатно, потому что она там какая-то была дальняя, знакомая ихняя. Но меня он тоже один раз сводил к этой Валентине Николаевне. Так интересно она, я ей говорю, Валентине Николаевне, я говорю, вот он связался с девочкой 22-летней, она так на него смотрит, она и говорит мне, а у него с ней уже ничего нет. И стоит мой муж Гена, понимаете? Я сама их ловила с этой 22-летней девочкой. Я сама приходила, ловила его, все. И она так смотрит, я говорю, я все время плачу, я все время плачу. Она говорит... Она говорит, а у него с ней уже ничего нет. Вспомнила, аж слезы потекли. Она говорит, а у него с ней уже ничего нет. Потом что-то она меня к себе подозвала, отвела меня тоже в другую комнату. Девочки, не помню, она мне что-то загипнотизировала, я стояла перед ней. Она говорит, смотри мне прямо в зрачки. И я смотрю ей в зрачки, у нее как бы в моем... Сейчас вот я смотрю ей, вот я себя любому человеку в зрачки посмотрела. Ну человек как человек, она мне все время... Смотри мне в зрачки, смотри мне в зрачки, смотри мне в зрачки. И я ей в зрачки смотрю, и тут же в моей голове что-то происходит, и я вижу, что у нее глаза нечеловеческие. Зрачки в нее не как у человека. А вот и она мне на этот момент что-то со мной делала, но потом вывела меня к этому Гене и сказала, все нормально будет у вас. Ой, не могу, вспомнила. Аж заплакала я. Вы знаете, все это очень больно вспоминать. 90-е годы, то время, второй муж, нищета, и вот эта вот гадалка, измена второго мужа, это все очень больно. Но я хочу сказать, вы меня спросили рассказать о гадалках, о ясновидящих, об экстрасе. Ну, я вам рассказала, что было со мной в моей жизни. И поэтому вот это вот, она видела, с кем плохо, она отводила в другую комнату и что-то там делала. А потом я говорю, Гена, я говорю, ты помнишь, ну как вот ты загавкал? Он говорит, я не знаю, я ее слушал. Он сидит вот так вот, ау, 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 и на весь зал. Я же вам рассказываю ее, что там кто-то, да, заплатили, так он и загавкал. Но я же уже точно знаю, ничего она ему не платила, и он не просто так загавкал. На нем тоже, она сказала, был какой-то сглаз. Ну, я не верю в это. Что значит сглаз? Ой, не верю, не верю. Не знаю, девочки, ни во что не верю. Короче, это видео основано на том, что вы меня попросили рассказать о гадалках. А вот я вам рассказала из своей жизни. Я и сейчас говорю, Лена, та Тамара живет у главой дома или нет? Но Лена что-то мне неунятно ответила. Я говорю, Лена, давай мы с тобой сходим к гадалке. Мы с тобой уже утомлены до предела. Что будет дальше, как, когда и что и как? Ну, Лена мне сказала, ищи, сходим. Не знаю я. Вот сейчас, сейчас, лично нам с Леной гадалка нужна. Мы бы в нее спросили свои интересы и свои вопросы, разузнали бы. Лена моя ходила где-то у нас на Первомайской живет. Молодая девка гадала. Но уже сбылось, сбылось. Про Лениного мужа уже все сбылось, как сказала Лена, гадалка Лене. Ну, а про нашу с Леной ситуацию она сказала, говорит, вы, говорит, не воспользуетесь наследством родителей. А Лена еще переспросила в нее, почему, но она ничего не сказала. Вы, говорит, не воспользуетесь наследством. Когда начался коронавирус, Лена тоже про это забыть не может. Я говорю, Лена, значит, мы помрем. Ну, когда вот первый год был еще коронавирус, первые, самое, что вот эта вот смертность была. Я говорю, Лена, ну, значит, каждый переболеет коронавирусом, и каждый, я говорю, потом умрет и не воспользуется наследством. Она говорит, не знаю. Но она, говорит, сказала мне, вы не воспользуетесь наследством своих родителей. То есть этим домом, где сейчас лежит мама, мы не воспользуемся. Я не знаю, почему. Почему так она сказала. Но мы с Леной перебрали 100 вариантов. Либо она Лену назвала на вы, что, мол, Лена не воспользуется. Или, может быть, она сказала, вы имела в виду меня и Лену, нас же двое, больше никого нет. Не знаю. Девочки, я, наверное, уже вам наболтала, еще там кусочки надо поснимать. Два часа, когда выйдет это видео, вы им затронули такую тему. Всплакнуть меня заставили. Короче, не знаю. Будет очень много негатива по этому видео. Или мне отключать комментарии, или мне их не читать вообще. Я, наверное, отключать комментарии не буду. Общайтесь вы между собой, как хотите. Но к этому видео я, наверное, комментарии читать не буду. Потому что будет очень много негатива. И даже будет очень много отписок. Я это знаю. Если за каждое видео отписывается по 2-3 человека. За прошлое видео, вот это, что было выпущено вчера, отписалось от меня 2 или 3 человека. Кто-то меня сильно просто ненавидит. И все. Все. Давайте. Всего вам хорошего. Пока-пока. Вопросы интересные задали. Я вам рассказала. Но рассказала вам свое. Свое мнение. Да. Ни во что я не верю. Ни в какие приметы. Ни во что. Но со мной было такое вот в Днепропетровске. На сеансе с Валентиной Николаевной. Все, мои хорошие. Давайте. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok